Привет, ребята, еще раз. В этом видео мы последний раз поговорим с вами о том, как играть против пассивных телефонов. Разберем несколько рук. В одной из них я сделаю большой вербет на сырой доске с целью максимизировать свою вэлью. Также мы более подробно разберем эластичность ставок, как теорию, так и примеры. Разберем также теорему ZBOB и посмотрим, как она применяется к различным оппонентам на различных досках. И посмотрим, как эта теорема работает, когда мы считаем, что у оппонента Full House составляет значительную часть его диапазона. Первая рука. У нас дама 9 разномастная, мы на большом бланде. С котово идет лимб от игрока со статами 72 на 12. И рекомплетит. В данной ситуации нет ничего плохого в том, чтобы сделать изолейт. Но проблема в том, что у этого игрока слишком низкий стат лимб фолд. Также я не знаю, будет ли этот рейс для вэлью или нет. Так что изолировать окей, но чек в догонку тоже нормально. Флоп дает нам трипс, и я сразу же ставлю целый банк. Рыба меня калирует. Оп, 72 на 12. То есть очень луссовый префлоп. Постфлоп у нас на него мало информации, но пока что он еще не фолдил. Ни на флопе, ни на терне. Это дает нам оставание полагать, что он довольно-таки телефонен. И скорее всего не любит выкидывать постфлоп. Значит я ставлю банк. И его диапазон кола здесь чрезвычайно широк. Гораздо шире, чем вы себе можете представить. Любая десятка, любая девятка. 8-7. Дама валет. Валет 8. То есть все опенэндеры. А также любой флаж дро, любой гадшот. Например король дама, король валет. 8-6. 7-6. Со всеми этими руками он будет продолжать. Также он продолжит со всеми своими туз хай. И с большинством король хай. То есть ну просто сверх широкий диапазон, ливийную долю которого создавляют дро. Ко всем вышеперечисленным дро на флопе добавляется бэкдор флаж дро на терне. На доске вообще так много дро, что они составляют большую часть его диапазона. И нужно задуматься как против этого максимизировать свое вэлью. Я полагаю, что на мою ставку на терне, а вернее на ее размер, оппонент не будет реагировать. В том смысле, что с десяткой, с девяткой, с любым опенэндером он в любом случае не выкидывает. Если поставить 36 долларов здесь, то фолды мы не получим. Если поставим 18, то конечно же тоже не получим здесь фолдов. Неважно сколько мы сейчас поставим, оппонент не выкинет. Единственная часть его диапазона, которая будет реагировать на размер ставки, это тузы хай, какие-то короли хай, карманки от троек до восьмерок и гадшоты. Все эти руки могут выкинуть чаще, если мы поставим больше. Но я считаю, что самая крупная часть его диапазона никаким образом не будет реагировать на размер нашей ставки. Поэтому я решаю зарядить здесь овербет. Эта ставка имеет определенный смысл в том, что я подгоняю размеры стэков, чтобы кривера можно было запихнуть all-in. Повторюсь, я считаю, что он не выкинет здесь десятку, девятку и опенэндеры. Я ставлю так много не чтобы защитить свою руку от дро. Я ставлю много специально, чтобы он заколил, потому что я считаю, что он будет это делать. Я хочу максимизировать свою вейлю против этих дро. А отчасти потому, что мне открыта еще одна карта, за которой он поплывет. Самый большой лип подобных коллинг-стейшнов это то, что они надеются на чудо. Они просто обязаны увидеть то, что придет на ривере. Они уверены, что нужная им карта придет чаще, чем надо. И поэтому хотят загэмблить. И поэтому, пока он этого чуда ждет, мы хотим максимизировать наше вейлю. Итак, я ставлю 45. В банке оказывается уже 140 долларов. А эффективные стэки 135 долларов. Напомню формулу для того, чтобы рассчитать количество денег, которые нужно поставить на терне для того, чтобы к риверу в банке было больше, чем в стэке. Это разница эффективных стэков и размера банка, поделенная на 3. В нашем случае это 187-36 примерно 150. Делим на 3, получаем 50. Поэтому нужно поставить чуть больше. И я ставлю 52. Ну и на ривере это очень легкий пуш. И оппонент решает посмотреть, что же у нас было. Итак, что же мы видим на терне? Независимо от размера ставки, наш оппонент не собирается выкидывать свою руку. Даже пару четверок. Даже если бы здесь у него было 6-2 бубей, то бы он все равно не выкинул. Это такой тип оппонента. Оппонент типа фитфолд, возможно, выкинул бы свое дро. Но пассивный телефон никогда не выкинет свое дро. До ривера. Поэтому мы можем ставить много. Как в данном случае, даже полтора банка он все равно осилит. И против дро мы максимизируем свою вейлю. В следующей руке я опять же покажу вам, как можно изменять размер своей ставки против коллинг стейшена. В глазах оппонента это выглядит так, как мы ставим больше с более сильной рукой. Со средней силой руки мы ставим меньше. И со слабой рукой или с блефами мы ставим мало. И именно об этом начинают догадываться оппоненты. Но мы-то на самом деле преследуем определенные руки из диапазона нашего оппонента. С которых мы можем получить вейлю. Очевидно то, что чем сильнее наша рука, тем больше существует слабых комбинаций, с которыми наш оппонент может нас заколить. И поэтому, когда мы решаем получить очень тонкое вейлю со слабой или средней силой руки, то нужно нацеливаться на те комбинации рук, которые тоже являются готовыми, но слабее, чем наша. То есть, если у нас, допустим, вторая пара, то мы должны пытаться получить вейлю с третьей пары. И чтобы этого добиться, нам нужно сделать так, чтобы наш бетсезинг был гибким. И поставить в этом случае мало. Но с очень сильными руками типа топ-сета, мы должны стараться получить вейлю с рук типа топ-пары. И соответственно, изменять свой размер ставки. Если мы играем против пассивного телефона, и считаем, что у него здесь топ-парат, то можно поставить очень много. И все равно быть уверенными в том, что нас заколит. В итоге в глазах оппонентов это все выглядит так, как будто мы ставим столько, какова сила нашей руки. Но это не совсем так. В данном примере у нас валет 9 разномастный на баттеле. Я делаю опенрейс, и меня калирует оппонент, который на то время имел статус 35 на 10. У меня на него болерится, что он пост-флоп телефонит. Особенно на флопе. Он тогда еще не упал ни на один контбет из пяти. Я думаю, что диапазон колы с большого блайнда у него очень широк, потому что такого типа игроки любят защищать свои большие блайнды. И даже несмотря на то, что этот оппонент чуть более тайтов, чем его рыбные собратья, потому что у него в пип 35, я все равно считаю, что большой блайнд он будет защищать здесь широко. Он чекует, мы, конечно же, ставим конбет. Я поставил 80 в банк с 130, и он калирует. Полагаю, что диапазон чек-колы у него здесь по-прежнему очень широк. Я думаю, что это будет любой туз. Я бы не стал исключать тузы из его диапазона. Думаю, что низ его диапазона колы здесь будет, наверное, король дама, возможно, другие короли, но я считаю, что это менее вероятно. Но тузов из этого диапазона я бы не стал исключать. С любым туз 5, туз 6 и так далее он бы здесь играл чек-кол. Почти каждый раз. Таков уж тип этого оппонента. Значит, в его диапазоне сейчас король дамы, возможно, туз 4, туз 5, туз 6 и так далее, да туз дамы. С туз королем бы он бы, скорее всего, 3-бетил, а может быть и нет. Но агрессия при флопа у него есть. Так что все-таки, скорее всего, да, с туз королем он бы делал 3-бет. Туз даму вряд ли. А также в его диапазоне полно карманных пар. От четверок и до десяток. Троек в его диапазоне не так много, разве что туз 3, король 3. А также, возможно, 4-3 одномастные, 5-3 одномастные, дама-3 одномастные. Так что все эти руки мы оставим в его диапазоне. Также там будут определенно некоторые вальты, с которыми он иногда будет играть чек-рейс, иногда чек-кол. И так, значит, его диапазон здесь в основном составляют тузы и карманные пары. Он играет чек-кол, и мы на терне ловим каре. И очень часто вообще, и в частности у моих учеников, я вижу такую тенденцию. Все стараются сбавить скорость, когда у нас на руках подобный монстр. Многие регуляры, когда уже знают, что выиграли руку, держат на руках нац, делают все возможное для того, чтобы не выдавить своего оппонента из банка. Поэтому они могут поставить 70 долларов, 80, и думают, что таким образом они получают больше всего вэлью. Это не так. Делая это, они получают не больше всего вэлью, а больше всего колов, но они максимизируют свое вэлью. Если мы поставим здесь 70, то мы ни в коем случае не выжмем по максимуму. Я считаю, что определенно существуют такие ситуации, в которых стоит замедлиться и ставить меньше, чтобы либо дать шанс оппоненту сделать чек-рейс, или просто чтобы он не выкинул. Но я считаю, что это применимо в тех ситуациях, когда большую часть диапазона оппонента составляет воздух. И тем самым мы даем шанс нашему оппоненту криверу поймать хоть какую-то пару, и таким образом получить с него вэлью. Может быть еще одно оправдание для того, чтобы поставить мало и снизить скорость. У нас последний валет из колоды, поэтому у нашего оппонента его чисто физически не может быть. И с рук типа валет икс мы, конечно же, добрать не можем теперь. И это справедливый аргумент для того, чтобы ставить мало. Но я считаю, что настоящая причина того, что люди ставят мало, в том, что они слишком уж вцепились в свои две карты и смотрят только в них. Если смотреть только на тот факт, что у нас последний валет из колоды, и для определения размера ставки использовать информацию, состоящую из двух наших карт и четырех карт на доске, тогда мы просто-напросто хреново читаем руки и плохо принимаем во внимание все те факторы, которые были по ходу раздачи. Если заострять свое внимание только на том, что у нас на руках, то мы начисто забудем о диапазоне нашего оппонента при выборе размера ставки. В этой ситуации я бы разделил диапазон опа на две категории. В первую попадают все руки типа туз икс, туз четыре, туз пять, скажем так, туз десять и ниже. Все эти руки будут эластично реагировать на размер нашей ставки. Если поставить стоп, 110 или 70-80, то можно ожидать множество колов. А если поставить больше, скажем, 290 или 250, или даже овербетную 350 долларов, то на такие ставки все слабые тузы у оппонента будут чаще отваливаться. Но есть и другая часть диапазона, которая будет неэластично реагировать на наши ставки. Это в основном фуллхаусы. От четверок до десяток, любая тройка. Со всеми этими руками, если поставить 210, то он не выкинет. Здесь-то как раз и включается теорему Зибу, которая гласит, что никто еще никогда не выкидывал фуллхаус. Конечно же, она неприменима ко всем ситуациям, и в частности, ко многим регам. Но к телефонам она подходит как нельзя лучше. Если у него здесь, скажем, шестерки, то он просто никогда их не выкинет. Если поставить 260, 290 или даже 350 или 450, наш оппонент просто-напросто не выкинет фуллхаус. Я думаю, в эту же категорию можно отнести туздаму. То есть, если поставить 290, то он ее не выкинет. Если поставить 350 или 450, то, скорее всего, выкинет. Но может иногда и заколить. Но на карманки наш бетсайзинг совершенно здесь не влияет. Итак, при выборе размера ставки у нас есть два варианта. В первом мы выбираем диапазон, который составляет руки типа туз 5, туз 6 и так далее. То есть, слабые тузы. Можно поставить 80, 90, 110 долларов. И рассчитывать получить какой-то крайень кол от этих рук. На то, что он с ними еще две улицы нам проплатит. Но есть и второй вариант. Про слабых тузов можно напрочь забыть. И попытаться по максимуму извлечь вэлью с карманных четверок, семерок, девяток и так далее. И я считаю как раз, что второй вариант наиболее прибыльный. Если туз 6 выкинет, то ничего страшного, я считаю, не произойдет. Мы стараемся максимизировать свое вэлью против определенных рук. И карманки в данном случае составляют огромную часть его диапазона. Ну, плюс также, возможно, туз дама и туз король. Все эти руки просто никогда не выкинут, вне зависимости от того, сколько мы здесь поставим. Поэтому нужно нацелиться на эти руки, на этот участок диапазона. И попытаться максимизировать свое вэлью против них. Теперь, когда мы это выяснили, стоит задуматься, что нужно сделать. И сколько поставить, чтобы криверу добрать сапа как можно больше. Можно поставить 290 или 300. Но проблема в том, что если мы поставим столько, допустим, 300, то к криверу банк будет 900 долларов. А в стеках у нас останется по 1700. И нам придется аж в 2 раза овербетить банк. Я считаю, что при таком расходе он все-таки выкинет иногда свои карманные пары. И особенно туз дамы. А этого нам допустить никак нельзя. Но если мы не будем забывать, что играем не в подлиминт холдом. И поставим, скажем, 450. То есть овербетнем банк в 1,5 раза. Это небольшой овербет. Средний, да, все-таки это значимый овербет. Но тем не менее, средний. Мы не ставим 700, мы ставим 450. Если поставить 450, то на ревере в банке будет 1200. А в стеке у нас, ну вернее у него, будет 1600 долларов. Нам придется делать средний опять же овербет. И это еще один плюс того, что мы делаем средний овербет на терне. Оппонент как бы привыкает к средним овербетам. Я считаю, что диапазон чек-кола на терне это любая тройка. Карманные пары от четверок до десяток. И туздану. Может некоторые тузкороль, с которыми он заколил при флоп. На ревере приходит опасная для него карта. Но я считаю, что она не должна влиять на наш план на раздачу. Я все еще рассчитываю получить какие-то крайень колы от карманок. И опять же, я не считаю, что он часто тут избавится от своего фуллхауса, когда нужно заколить 1600 в банк 1200. Теорема Зиба должна работать отлично. И в большинстве случаев он с карманками тут будет делать колу. Также это опасная карта. Еще одна причина, почему мы ставили много на терне. Представьте, что я бы поставил 300 долларов. В банке Кривера 900 долларов. Но поставится 1700. И приходит дама, которая убивает относительную силу его десяток, девяток и так далее. Все эти руки дама, как опасная карта, напугает. Новички вообще чаще реагируют на опасные карты, так называемые scary cards, чем хорошие реги. Если бы я не позаботился на терне над тем, чтобы подогнать к риверу правильные размеры стеков, чтобы сделать среднего размера овербет, то если бы я поставил в два раза больше, чем в банке на ривере, в то время как у него бы оставалось 1700, а в банке было бы 900, то он бы чаще гораздо выкинул. Но теперь, когда размер ставок для него постоянный, это средний овербет на терне и средний овербет на ривере, то ему теперь гораздо сложнее будет выкинуть свой фулл хаус. И в итоге я делаю овербет, он колет и показывает восьмерки. В принципе, это не удивительно. Это где-то с середины или даже вверх его диапазона кола на терне. Также я не считаю, что есть разница между восьмерками и четверками для него. Он бы одинаково играл эти две руки. Данная рука, которую мы с вами только что разобрали, наглядно показывает, как новички и просто слабые рыбные игроки влюбляются в свои руки. Причем, чем больше денег в банке, тем сильнее. Мы ставим на флопе, он колет и своим колом он уже потихоньку начинает заглатывать крючок. Он уже больше намерен дойти до шоудауна. А теперь, когда мы на терне делаем овербет, и он принимает решение заколить этот овербет, то крючок полностью проглочен. И он привязан к банку на все 100%. Он просто-напросто психологически привязан как к банку, так и к своей руке. Ему будет тяжело избавиться от нее. И потому, что он уже вложил в банк столько денег. И потому, что он уже начал сражаться за банк и пытается его выиграть. Рыбные игроки очень часто становятся жертвами заблуждения невозвратных издержек. Если вы изучали экономику, вам этот термин наверняка о чем-то говорит. Поясню, чем больше он вкладывает денег на ранних улицах, тем более он психологически привязан к банку и старается преследовать свои dead money, которые лежат уже на столе. Он не понимает, что это не его деньги, это банк. И мы своими действиями его к этому подталкиваем. И в конце он уже нам обязан оплатить. В этой ситуации мы опять же отлично разобрали пример, где мы нацеливаемся на диапазон оппонента. Вернее, на его конкретную часть. И опять же мы изменяем свой размер ставки, но в данном случае делаем это против более сильных рук и стараемся получить с них value. И когда, как в этом примере, мы считаем, что большую и значительную часть диапазона оппонента составляют фуллхаузы, а оппонент рыбный и телефонный, то мы во что бы то ни стало должны думать, как кривер получить весь его стэк. Потому что телефоны никогда не выкидывают свои фуллхаузы.